меня за пола ранее в программе шеф решил проверить умеют ли повара работать в команде и подготовил для них экстремальное испытание на высоте а затем поварам предстояло научиться готовить любое мясо в любую я не знаю вам своим интересно смотреть вот даже код стоит сидит вот сидит смотрит ему до ему даже похуй вы видите смотрите вот видите сейчас я побольше лапку сделаю он чудище стоит лежит как бы сука сука а не получается ну короче вот там вот за шторой вон код видите черное пятно вот это код вот даже ему похуй даже коту просто тяжело ну вот реально хоть одному человеку на стриме интересно смотреть гантель вот именно чтобы интересно смотреть они сидит сидит чел да 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 а теперь люди которые говорят что интересно смотреть если вы сидите и ждете пока я рипнусь чтобы написать blood trail в чат это не считается за интерес теле это таки а уж не бог приготовить вечером команды ждал ужин но ни одной из них не удалось отдать сервис до свидания нет ну вот команды много чего интересного узнал интересно чего например как будто бы я только кримш наваливал девочки доброе утро встаем одеваем кители собираемся бегом что не понимаем видим что висят чистенькие оглажены красивые теле река стаг деков доктор падать их стриха стаг деков стриха стаг деков ни хуя не падают последнее время ты полезный тогда ладно мама мое настроение просто забылось от счастья когда мы смотрели вчера эту серию реально на гантелю задонатили но я заебался в ней играть я не рипнулся если что у меня вот персонаж в девятом акте афака стоит ну это девятый акт будем считать впадлу тп туда давать но я сколько я два три раза если бы у меня не было овер гира я три раза должен был уже умереть я должен не два ладно я должен был умереть на иносенсе я должен был умереть на этом на на лунарис висоларис у меня и там и там хп пул до 10 процентов где-то опустился мы что поедем тушить пожар нет а нахуя они сирену воздушной тревоги включили сейчас они будут спасать людей охуеть это пиздеж и само собой эти герои вернутся через два часа обратно сюда а вернутся они какими голодными и сегодня задача поваров накормить пожарных каждая команда должна приготовить обед на 25 человек он должен включать напиток несладкое хлебобулочное изделие холодную закуску или салат два супа и два горячих на выбор ты понимаешь что вот на тебе еще ответственность накормить на секундочку не просто мужчин а героям а вклад горит увы блять это же сухой лед даже не дым и что мы пойдем просто в здание где все горит где все задымлено или дым хуй знает я прям начал нервничать что блять учитывая то что там происходит пожар вам надо одеть профессиональную одежду кислородные маски уху готовы? да шеф время пошло знаменитые испытания для того чтобы готовить еду тут нам дают обмундирование костюмчик весит килограмм 15 наверное как броник нормально каска громадная все давит это на лицо все потеет бегу воняю просто как носок какой-то ужас поздравляю у меня отец пожарный теперь я понимаю его насколько это тяжело так господа она не открывается может через окно? оно открыто здесь все лезут в окно пацаны выставили колени девчата по ним подымаются я их толкаю за не трогал я джентльмен зря в форме пожарных чтобы больше кринжа было вон 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 вижу там лампочки побежала на цвет этих лампочек все в пакетах нашли мы эти овощи им обувь не выдали ну там же пожара нет нахуя им обувь им и одежда не нужна им нужна только маска и то не факт это скорее все безопасный абсолютно дым мы хоть и две враждующие команды но мужчина должен оставаться мужчиной ауф одежда пожарных сейвит от шаров красного да начала я набирать разные ягоды это черешня клубника еще абрикосы были перски я вот это вот все набрала и в мешок в рюкзак да перелазить с этим громадным просто ящиком понимаешь что мне очень тяжело я вижу ящик необычную дым машины запустили и все подъезжай под fast чтобы и крупы все на еще с третьего этажа supposed что какая-то адища жарко невыносимоя душное жаба в не Но вынесли в любом случае всё, что смогли. Помогите, блядь, равно помогите, пожалуйста, ну тогда разлудка произошла. Я поздравляю вас с благополучной эвакуацией из горящего здания. Вы сейчас прошли проверку на стрессоустойчивость. Хочу сказать большое спасибо ребяткам, которые занимаются всей этой работой, потому что если вы думаете это лёгкий труд, это не лёгкий труд. Кто, блядь, вообще думает, что пожарным быть легко? Я, да вы же пиздите. Я еда на кухне. Специально для вас. С планеты оттуда я прислал вам две новых удивительных индукционных плиты. Вот одна. Ебать. Четырёхкомфорочная, вместе с кипятком. Вот вторая, четырёхкомфорочная. Полевая кухня. Ура! Пиздец равно ура! Как не пользоваться? Всё очень просто. Вот это кипяток. Открывать не надо, потому что это кран. Чат, он слился. Но я же вот говорю, вот нет смысла ничего нигде писать. У людей мониторы выключены. У них туннельное зрение, они видят только вот свой хуй, который в руке. И всё. Открыли. Открыли. И, соответственно, используем металлические лотки. Ставим туда. И да будет счастье. И у вас получается классическая духовка. С этой стороны открыта печь. А здесь, соответственно, дрова. И, соответственно, подкидываем. Где буковки? Какие нахуй? Кто? Очень крутая штука на дровах. Очень много технологий и представлений. Короче, с такой штукой вообще не пропадёшь. Вы выбрали уже плюс-минус какого-то старшего главнокомандующего? Да, шеф! Кто у вас, Юля? Вот ты реально думаешь, что они начнут замечать из-за того, что ты капслогом написал? Вместо обычного. Че, если хочешь, чтобы эту надпись увидели, тебе нужно прийти и каждому человеку в чате лично монитор включить. Такой хуйни не будет. Подумали, раз ты такая ходишь умная, если хочешь реабилитироваться... 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 Будь руководителем нашей женской команды. Думаю, наконец-то сегодня можно расставить всех по точкам и объяснить, кто что будет делать и не наводить суету и кипиш. У вас? Да, шеф. Это ты ржавый? Выбрали Димку капитаном, чтобы все уже потихонечку себя проявляли. Я попросил ни... до конца работы на меня. Потом мне даже по щам дать, это я люблю. Татин ушел Владимир, а его ученик остался, а это, соответственно, Марта. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашей команде участник, у которого вы бы хотели бы перенять какой-то опыт? Да, шеф, у Жени. Хорошо. Звук радости. Я понимаю прекрасно, Марта, что я лучший, я хорошо готовлю и, в принципе, у меня все хорошо с этим. Я еще тогда не хотел тебя брать в подмастерье. Теперь ты будешь моей тенью, потому что по-другому я тебя ничему научить не смогу. Какое оно кринжовое. Кикайте его нахуй. Но я пока это как черный брелочек воспринимаю. Вначале взял шеф, что Владимир. Я даю вам ровно два часа. Время пошло. Выложил. Я распределила, что Юля и Марина готовят супы. Ира одна занимается котлетами, вторая Ира занимается салатом овощным, Амина занимается салатом мимоза, Кристина варит макароны, ну, делает гарнир, соответственно. У тебя на жиркое все есть? Я готовлю харчо. Нарезку какую сделаем? Кубик, кубик. Добавим морковку. Морковь вообще в харчо не идет? Мы делали суп в стиле харчо. Мы решаем приготовить следующее. Хумус из чечевицы, коус-лоу с йогуртовой заправкой, рассольник, сливочный и сырный суп. Бля, открываю комментарии на ютубе. Ну и недоразвитый был почти отличником и нихуя не выучил. Бля, вот я помню примерно, что было на том стриме, откуда нарезка. Вот мне искренне интересно, чего у человека в башке. Я вообще не представляю. Ну, то есть, блядь, как это вообще связано с тем, что я говорил? В смысле, ну, в плане, блядь, почему он это написал? То есть, как из того, что я рассказывал, можно понять, что я ничего не выучил. Я просто не понимаю, что у людей в голове. Я не понимаю. Бифстроганов и рыбные беточки со сливочным соусом, перловкой в сыре сливочном. Так, ну, планы простые. Все, что нужно было поставить, вариться, что длительно варилось, мы уже с командой поставили. Сейчас я помогаю Димону с луком на бифстроганов. Чок, добавили туда тушеночку, сняв с нее определенное количество жира ненужное, потому что это было бы масло масляное. Залили в сливочек, в сольчик, перчик. Так, Иришка, рассказывай, что делаешь. Сейчас пытаюсь скрыть горбушу. Буду использовать рыбу, значит, в качестве фарша. Мне приходится вручную раскрывать каждый кусочек рыбы, доставать оттуда внутренний хребет для того, чтобы рыба оставалась сочной и мягкой. И не дай бог, никому не попался кусочек косточки. Сейчас я буду натирать сыр. Что такое битки, котлеты? Ну, у тебя котлета из фарша делается, а биток из цельного куска мяса, просто отбитого. На сырный суп. Зависть? А в смысле зависть? Я просто не понимаю, в чем смысл того, что он написал. Меня дергает Терио за руку. Непонятно. Давай ткнем. А картошка готова? Стой по официальным поварам, ну да. Картошка реально не готова. Он посчитал, что ты тупой. Так а почему он не написал, что я тупой? Почему он написал, что я ничего не выучил? Что за хуйня? Ай, мне это нужно. Ко мне подошел Кирилл, говорит, смотри кипит. Лучше научить делать то, что хотя бы ты умеешь делать. Честно, Дима Бенжинский мне очень нравится. Хоть он аморальный, но я его обожаю. Я с такими людьми очень сильно люблю общаться. Его становится очень много уже в моей жизни, и я стараюсь себя ограничить от таких людей. И так. Три. Все, у меня я готова. Бак. Сервируем, гарнируем, отдаем. Быстро, быстро. Самый Рошенни, это помощь от друга. Это Мерси. Дарк Крем. Не знаю, какая фирма. Команды приготовили свои сеты. У девушек в меню сегодня щи, харчо, овощной салат, мимоза, жаркое из свиной тушенки, макароны с рыбной котлетой, лепешка и клубничный морс. А синяя команда сегодня подает рассольник, сырный суп, коуслоу, чечевичный хумус, пшенота с беточками, бефстроганов, грузинский лаваш и клубничный морс. Смотрите, там люди. Приветствую вас, уважаемые наши друзья. Приятного аппетита вам. Спасибо. Мы начали делать раздачу. На спавне? Ребята, картошечка с мясом, с грибочками. Рекламируем по всей красе. Ребята один за ним подходят ко мне, видя привычную русскую картинку с картошечкой и мясом, понимают, что это то, что им нужно. Ну и все, как горячие пирожки, грубо говоря, я откидал там 10-12 тарелочек. Пожалуйста, для вас. Спасибо большое. Как всегда, вся развлекательная компания на мне. Можем мимозу попробовать? Она обалденная, клянусь. Давай. Все, мимоза. Сейчас, мальчики, принесу вам все. Ну как можно пройти мимо такой шикарной женщины, как я и попробовать мое блюдо? Денис, подкнуться и грудь. Ай, мимозу прозят мужики. Извините. Бегала, как и газа. Туда-сюда налью, подолью. Я же человек праздник. Есть рассольничек. Давайте рассольник. Рассольник берете, хумус вам в подарок. Держите. Больше всех мне понравилась мимоза. Она почти как домашняя. У оранжевой команды. Мне очень понравилась синяя команда. Очень вкусная, без троганов. И очень понравился морс. Мне понравилось блюдо харчо у оранжевой команды. Только у оранжевой команды харчо немного пересолило. И мясо немного суховато. Хумус у ребят, то, что я взял, он меня впечатлил. Настало время шефу попробовать обеды обеих команд. И поможет ему в этом полковник МЧС Роман Королёв. Товарищ полковник, приветствую вас. Каким? Так. Ну я так немного, обычно, как бы мы только перед шефом защищали. И то, как бы с таким трепетом, что уж греха-то им. А тут еще и полковник. Давайте, Роман, буду надеяться на то, что мои не подведут. Подаем полковнику и шефу каше блюдо. Салат овощной и, соответственно, мимоза. Дай богу. Блин, надо было таблетку выпить, я забыл. И чай уже кончился. Ну что скажет купечество? Ничего лишнего, но и ничего выдающегося. Мне, например, овощный салат не очень понравился, потому что слишком много масла. Да, жирноватый. Да, он такой вот прям, да, жирноватый. Так, мимоза. Я не любитель рыбы, но мне понравилось. Это хорошо, это самое главное. Все. Итак, дальше у нас идет типа харчо. Я думаю, что типа харчо они назвали просто из-за того, что добавили очень большое количество. Еще вы спамите, сумасшедшая. И, соответственно, риса. Единственное, что ничего не могу понять, нафига они сюда в харчо и побахнули. Морковь. Морковь? Вообще не понимаю. Сейчас я скажу честно. Давай. Котлеты сухие, макароны холодные. Можешь? А я клубнику почти не чувствую. Нет яркости вкуса. Именно клубники. Мы подоим наше блюдо. Вот это американский салат Коуслоу. Не самый худший, за исключением только того, что ребята зачем сюда положили. Укроп. Потому что укроп как раз убивает привкус именно вот этого салата. Рассольник на переложке. Вот эти люди говорят, что от ресторана все правильно. Кислоты мало. Но смогли передать вкус настоящего рассольника? Ну честно, шеф, вот прямо сейчас процитил я одного хорошего шефа. Когда вкусно, тогда вкусно. Да. Здесь я с тобой спорить не буду. Аля Бестроганов. Это лучшее за сегодняшний день. Вкусно. Очень вкусно. Согласен. Я бы даже сказал, что я бы доел. Нифига себе. То есть у девочек позор, а тут видимо все вкусно, что это такое. Или сейчас будет насрано в тарелку мощно. Но самое главное, это как в данном случае не мы с тобой, дорогой мой товарищ. А самое главное, это твои бойцы. Мне будет безумно очень интересно, как они проголосуют. Спасибо тебе. Надо как будто бы запатентовать фразу, когда похуй, тогда похуй. И все. Ну, конечно, я всех хотела. Я всех очаровала, и, конечно, я там буду болеть за нас, девочки. Девочкам нужно уступать как-то. Они джентльмены, мужчины. А-а-а. А вот это видела? А вот это видела, нет? Хоть раз в жизни такое видела? Я думаю, видела. Там уже вот такая стопка, девочки. Ну, чего вы там наготовили? Извиняюсь. Абсолютная безоговорочная победа. Сами все там улыбались. Мне говорили, Амина, как вкусно, Амина, как вкусно. А сами проголосовали за мужиков. Ну, потому что у них было вкуснее. Бе. Спасибо, уважаемые друзья, что вы проголосовали. Ну, а мы теперь, как всегда, наедине с моими подопечными, дальше уже произведем разбор полетов. Синих в разы больше. Потому что, ну, во-первых, посмотрите на эту улыбку. А во-вторых, нужно делать все с горящей... Бля, а что у него с усами? Блядь, а зачем? Вот я только заметил. Почему у него пропилено вот тут вот? Усы вот тут вот пропилены? Так еще и не по центру. Блядь, еще и чуть правее центра. То есть вот его геометрический центр ебальника через нос идет. А вот эта хуйня чуть-чуть правее. Блядь, так растет? Да нет, мне кажется, это он сбрил так. Вряд ли оно так растет. Дорожка для соли, блядь, вот это лбоемое, что вы пишете? Жертва барбера. Блин, ну я теперь не смогу это не видеть. У него реально центр усов чуть правее центра ебальника. Он геометрический, не точный. Это пизда. Увы. Ой, я такая довольна была, потому что я попробовала морс делать и понимаю, что он отдает тряпками. Вот прям грязными носками. Что, блядь? А как можно сделать морс, который будет отдавать носками? У ребят яркий, вкусный морс из клубники. Кто готовил напиток в синей команде? Марта, вы большая молодец. Шикарный, не побоюсь этого слова, напиток. Угу. Я очень радостна. Это вы, что уже второй раз шеф меня хвалит. Дальше. Кто готовил в оранжевой команде лепешки? Лепешка. Лея, вы большая молодец. Очень неплохая история. Пресная такая, но она очень хорошо подходила к еде. Ну, она как бы у нас чистовод. Мне как сто баллов дали. Я могу сказать, что ваши лепешки по сравнению с грузинским лавашом, а его, насколько мне кажется, готовил Николас, да? Да, шеф. Пересушили. Ну, он не сказал, что он был невкусный. По факту он ему понравился, значит, логично. Идем дальше. Холодные закуски. Салат мимоза. Салат коуслоу. Кто делал салат мимоза? Миношев. К большому сожалению, салат мимоза, вот для меня, например, он был отвратительный. Эта мимоза оказалась мазиком. И она жирная. У тебя вкуса картошки не чувствуется. Обычно я так не делаю. Никогда. А кто тебе сказал вообще мешать картошку с майонезом? Яша. Я понял. Капитан, капитан. Из моей головы вылетело, что мы готовим не селедку под шубу, а там, где нужно все-таки, чтобы овощи были пропитаны. А там, в первую очередь, нужно ее вкуса и запаха специфического все-таки. Чат. Насколько нормально, если я вот сидел, да, сидел. 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 Ел. И теперь планирую пойти еще за едой. Выразить... Все, майонезом. Это моя шкака капитан. Что касается Коуслоу. Смотря за что сидел. Бля, вы долбоёбы. Хорошо. Сумасшедшие в чате. Ну, знаете, что у меня больше всего убило? Укроп. Я такой ржавый. Укроп всегда хорош для салата грядка, как рожки. Укроп хорош жирным сортам рыбы, и то не всем. Больше я укроп вообще никогда никуда не кладу, потому что это такая мина замедленного действия. Мы положили его сверху, мы же унизили. Картошка молодая с укропом. Это имба, пиздец. Парируй. Вот замешали, был бы... Дальше идём. Овощной салат. В нём масла больше, чем, соответственно, вообще идея этого салата. Нарублено всё просто как в столовой. Отвратительный салат. Дюшманский салат. Нарезка была не моя инициатива. Я нарезала так, как показал мне капитан. У вас был хумус. Гениальная идея. Очень правильно сделана по специям, очень правильно сделана по соли. Пять баллов добавить нечего. Я выдыхаю, я понимаю, что всё удалось. Идём дальше. Супы. Кто делал харчо? Я шеф. Васильевна, а где ты видела в харчо морковь? Ну вот просто, я понимаю, нет помидоров, хмели-сунели, вопросов нет. Морковь тут причём? Ну решили так сделать. Отвратительное харчо. Увы. Танюшка чистила морковку. Харчо от слова харча. Скажи, нет, она бывает и такая, и такая. Я же провокажена, кто ещё тот. Она мне дала свободу. У вас сырный суп. Кто делал? Молодая картошка для зумеров, мужики берут. Чел, молодая картошка, маленькая, прям вот такая, в казане. Не сделал ни гренки, ничего. Сделанная. Это просто пиздец. Прям со шкуркой её херачишь, она гигавкусная. Со специями. Ой-ой-ой. Не в казане, а в казане. В каком нахуй казане? Супом это назвать было нельзя. Но щи были неплохие. Но они были пустые. От слова ащек. Нет, мясо они пожалели мужикам. Совсем уже что ли? С рыбкой рыба гомно несъедобная. Вот так соль сыпала, перец сыпала, а про сахар забыла. Если бы я их довела, мы вытянули бы. Прикиньте лицо людей, которые думают, что это реально кулинарная программа, а не фрик-шоу. А кто так думает? Пять баллов. Кто так думает? Во-первых, правильно, что сделали его на перловке. Потому что перловка дала слизь, вот эту вот вязкость. И самое главное, перловка дала вкус, который нужен был, который запутал соответственно... Извиняюсь. Кто делал рассольник? Юра, молодец. Я очень рад. Я знал, что сегодня я это сделаю. Я это и сделал. Вау! Дальше у нас шли горячие блюда. Жаркое. Кто делал жаркое? Мне принесли суп. Это есть невозможно. Это некрасиво. Такое ощущение, что я собака. И мне вот это надо есть. Вот у вас вся еда такая была. Да, я понимаю, что я провалила блюдо. А жаркое это разве не просто горячее блюдо? Нахуя там жидкость. Из песни слов не видел. Или жаркое с жидкостью подается. У вас было пшено с беточком из горбуши и сливочным соусом. Кто готовил? Ну, беточек я. Пшено я. Пшено для собак. Вы делали кашу на завтрак? Я с блокнотиком сижу, что за пшено используется как гарнит. Что получилось, когда похуй, тогда похуй. Ситата Вестерковская. Касапок, стравчук. Пусть нечего, не мясо. Блядь. Ладно. Ну, тоже головой-то думать надо. Мне. Когда похуй, тогда похуй. Запомнили в тщательном? Отвратительное блюдо. Я понять не могу, зачем надо было делать из консервированного продукта котлету. Но вы даже ее сделать-то не смогли. Там лук один был. Я немножко подрастроился, когда шеф раскритиковал котлеты. Идем дальше. Беточки. С макаронами. Во-первых, макароны подали холодные. Во-вторых, я не понял, зачем в макароны добавили морковь. Что, блядь, морковь с макаронами, нахуя? Беточки полной. Не побоюсь этого слова. Вообще ужас. Где-то столовка. Котлеты надо было просто сформовать, сделать красивыми. А там все котлеты в трещинах. Фарш. Никто не выбил, я думаю. Бестроганов. Отличная идея, очень вкусно, с огурчиком. Шикарное картофельное пюре. Все красиво, все хорошо. Что здесь сказать? Когда вкусно, тогда вкусно. Это лучшая похвала от шефа. К большому сожалению, оранжевая команда не выполнила почти ничего. Так обленились, Татьяна. Я могу сказать, что мне, если быть откровенно, очень грустно. Вас команда выбрала старший, а вы не показали то, чего они от вас в первую очередь ждали. Я сделала выводы, а в очередной раз занесу себе заметки в голову. Если честно, я так и не поняла вообще, в принципе, чем занималась сегодня Таня, потому что она не сделала ни одной заготовки, она не контролировала процесс, судя по количеству негативных отзывов. Что касается Диба, он же ржавый. Я могу сказать, что либо тебе команда помогла, либо все-таки у тебя есть лидерские качества, и поэтому сегодня твоя команда не просто выиграла, она, по крайней мере, не опозорила ни меня, ни вас. Угу. Я, поинскромный, однако, отвечу, что команда пришла к победе под моим лидерством. Чат, я... Дима Конников хорошо себя сегодня проявлял, но мне кажется, мне хватает жесткости. Итак, здесь считать нечего, все понятно и так. Оранжевая команда проиграла. Соответственно, синяя вы выиграли. Стыдно, обидно. Вот честно сказать, я что-то очень сильно устал выигрывать вообще. Вся оранжевая компания по одной идет ко мне, со своими зачетками. Я очень сильно расстроилась с того, что мы снова проиграли. Это уже прям вообще ни в какие рамки. И меня это больше очень сильно злит, нежели печалит. Итак, вы перешли на новый уровень, и поэтому у нас изменилось меню в ресторане «Азки-шеф». Меню стало сложнее, поэтому, видя то, что происходит с командами, я попрошу су-шефов каждой команде выдать технологические карты, дабы каждая из команд подготовилась к ужину. Все-таки шеф сжалился и дал нам технологички. Независимо от того, что каждая команда получает технологические карты, оранжевые все равно отправляются на наказание. А наш экзамен продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok